Привет, друзья! Константин Беловосов на связи в очередной раз. Хочу рассказать немножко о ластах. Об этих ластах я мало еще рассказывал, но в принципе пользуюсь ими с большим удовольствием. И посмотрел, как они работают на большом количестве своих студентов, своих коллег. И уже, в общем-то, могу их рекомендовать вам. Я говорю о ластах Omer Stingray и Omer Stingray Short. Ну, исходя даже из названия, понятно, что Omer Stingray Short по размеру короче. Уже даже сейчас вы можете видеть, что Stingray Short сантиметров на 10 короче, чем Stingray. Но в этом их различия не оканчиваются. Я просто буду говорить, для кого в принципе предназначены эти ласты и каким образом их использовать. Omer Stingray в пластиковом варианте я рекомендую использовать для пресноводной охоты. Если вес вас превышает где-то 75-80 килограмм, ну и выше. Они обладают... Чем длиннее лопасть, тем больше эффективность этой лопасти. Ласта должна работать вот таким вот образом. То есть, когда она изгибается, вот эта часть лопасти, чем она шире, тем больше площадь толчка. Тем больше у нее эффективность. То есть, тем меньше вам нужно затрачивать усилий на то, чтобы продвигаться по водоему. Эти ласты удобны для длительного плавания, неторопливого, там, на другой конец водоема. Медленного плавания в тростнике. И многие говорят, что, типа, длинные ласты неудобны при работе в тростнике. Но, с моей точки зрения, и короткие ласты тоже не сильно это удобно, если вы в плотном тростнике стоите. То есть, разворачиваться на месте, как танк или как гусеничный трактор. Вам все равно будет шумно, затратно, трудозатратно. Поэтому я бы не рекомендовал вам вообще таким образом разворачиваться. Лучше сделать такую циркуляцию, то есть, пройти длинный круг, выбирая между тростниками расстояние, где можно пройти с минимумом шума. Это, если вы хотите, не нашуметь. Короче, эти ласты вполне пригонны для плавания на длинные расстояния. Они очень мягкие. Одни из самых мягких ласт. Подходят для начинающих хорошо весом от 75 килограмм. Значит, шорты. Шорты я обычно рекомендую своим коллегам, девушкам, вес которых, как правило, не превышает 70 килограмм. Ноги, как полагается, слабому полу тоже не очень сильные. Поэтому шорты хороши для плавания, если ваш вес не превышает 75. И вы не являетесь чемпионом страны по скоростному плаванию в ластах. То есть, это мягенькие, спокойные ласты. Если вы за сотню килограмм перевалили ваш вес, то в таких ластах вы будете их просто загибать в обратную сторону при грибке. И, соответственно, вот в этих местах через некоторое время у вас появляются белые такие полосы, которые говорят о том, что лопасть начала постепенно изнашиваться. Но есть и плюс в шортах. Если на них поставить другие лопасти, карбоновые, например, или текстолитовые, правильно сформованные, естественно, то тонкие усы как раз позволяют правильно спрофилировать работу этих ласт и изгиб. Ласты при этом будут наиболее приближены к той идеальной форме, которая должна быть при работе ласт, особенно карбоновых. То есть, если заметите, то если мы изогнем ласты вот таким вот образом, то они практически будут по окружности работать. Не самый лучший вариант. Ласта в идеале должна работать таким образом, чтобы кончик максимально изогнулся, а дальше было почти, ну, радиус сильно был больше, да, здесь малый радиус на кончике, здесь больше. То есть, такая вот, вот, ну, я специально формую, да, потому что эта ласта тоже не идеальна с точки зрения гидродинамики, но вот так вот должна изгибаться ласта у вас на ноге. Поэтому в любом случае, конечно, смотрите в воде, попросите вашего напарника отснять это на какой-нибудь телефон или на какую-нибудь камеру, работу вот именно лопасти, либо просто попросите понаблюдать и скажите, чтобы он подсказал вам, как работает ласта. То есть, если ласту вы не можете прожать, и она работает как доска, то, соответственно, КПД у нее будет очень низкий, паровоза, там, 10-15%. Хороший карбон, конечно, правильно подобранный под ваши задачи, под ваши мышцы, под вашу мощность, конечно, дает, ну, там, процентов 15-20 вы отыгрываете по отношению даже к пластиковым ластам. Тем не менее, этот пластик дает вам возможность первые два года больше не задумываться о покупке других ласт. Вы можете спокойно вставать на них, даже переодеваясь на берегу, даже если попадет камешек на лопасть, пластику ничего не будет, в отличие от карбона, который таких вольностей, конечно, не позволит. Вот. Короче, первые два года берите такие ласты и будете довольны. Единственное, с размером определитесь. То есть, если вы берете на 7-миллиметровый носок, то прибавьте к своему размеру приблизительно 4 размера. То есть, у вас 41-й плюс 4, должен быть 45-46, вот такой вот размер. Ну, тут, как бы, калоша идет на два размера, да, 45-46, вот эта лопасть 49-50, кстати говоря, один из немногих производителей, который делает калоши 49-50. Нашим русским богатырям рекомендую присмотреться. Итак, удачной охоты. Смотрите, подбирайте ласты под себя. Буду рад, если могу помочь в этом вопросе. Счастливо. С вами Константин Белоусов. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!